1 июня, в Международный день защиты детей, наш съемочный группа отправляется в Кумертауский детский дом для детей дошкольного возраста. Сюда приезжает депутат Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан Андрей Макаров. Это посещение Андрей Юрьевич запланировал во время своего предыдущего визита в наш город. Дело в том, что сейчас в детском доме идет ремонт. Проводится он за счет средств благотворителей. Всего пока запланировано сделать современными и более комфортными для проживания три группы. В одной группе ремонт к предыдущему визиту депутата Андрея Макарова уже был сделан, и он принимал эту работу. Тогда же перед строителями Андрей Юрьевич поставил задачу, чтобы ребятня теперь уже из другой группы свой праздник, Международный день защиты детей встретила в обновленном доме. Так воспитанники и их педагоги называют свои группы. Строители поставленные сроки сдержали, детишки вернулись в свой дом. По всему видно, что они просто счастливы. Даже педагоги заметили, что в рисунках детей, которые они нарисовали на праздник, стало больше ярких красок. Педагоги считают, что это результат совместного труда коллектива детдома и тех, кто оказывает поддержку. Мы посмотрели сегодня работу и с психологом с вами переговорили. В красках детей появилось больше ярких цветов. Как правило, везде присутствует солнышко. Это говорит о том, что на момент рисования дети были все спокойны, не было ни агрессии, ни особых переживаний. И у детей было настроение праздничное. Это в рисунках проявилось. Вы сами смотрели. Почти на всех рисунках розовые цвета присутствуют, зеленый цвет присутствует, солнышко. Это приятно. Значит, те усилия, которые прилагаем мы и наши гости, они идут именно адресно и идут на общее развитие детей. Сейчас идет ремонт еще одной группы. Он тоже проводится за счет благотворителей. Деньги БЭСК сюда не привлекаются. Поддержку оказывают частные лица. До того, пока появятся первые результаты, депутат Андрей Макаров старался вопросы благотворительности не комментировать. Теперь приоткрыл завесу. Сказал, что башкирская энергсбытовая компания благотворительностью сама не занимается. Для этого создан специальный благотворительный фонд под названием «Система». Он как раз и аккумулирует средства, которые направляют в нашу республику акционеры энергосистемы со своих дивидендов. Так ежегодно в республику с 2010 года возвращается более 1 миллиарда рублей благотворительных средств, которые расходуются на строительство важных социальных объектов. Кстати, как раз этот фонд планирует проинвестировать строительство в нашем городе ледовой арены. Сейчас как раз идет согласование разных документов. Через месяц ожидается, что все бумажные дела будут закончены, и можно будет приступать к строительству ледового дворца. Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Петя, петушок, почему так громко кричишь? Я не кричу, я так пою. Мы, петухи, самые лучшие певцы в мире. Гостей в детском доме встречают с радостью. Показывают им сказку о том, как Маша и Ваня дружбу искали. В этой сказке есть хорошая тема для размышления о жизни. Посему видно, что и сами артисты, и гости остались довольны. В качестве поощрения за свое усердие и просто в честь праздника ребятня получила хорошие призы. Реакция детишек была настолько искренней, что это было самой лучшей оценкой всему сделанному. Очень понравилась сказка, очень понравилась реакция детей. Вообще детская реакция, это настолько все непосредственно, не бывает наигранного, просто не бывает. Дети еще этому не научились, и слава богу, тем более такие вот дошкалята. И настолько все искренне. Когда видишь их глаза, вот зашли мы в отремонтированную группу, как они спасибо кричат там, улыбаются. Видно, что им нравится то, что сделано. Идет сказка, они переживают, сопереживают. Они живут этим. В этот момент они живут этим действом. Дальше наша съемочная группа отправляется в перинатальный центр. Здесь проходит торжественная выписка новорожденных. В этот день с пополнением поздравляют две семьи. Хакимовых, Дениса и Анастасию. И Асадульных, Альберта и Галину. В праздничной выписке принимает участие депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Гульбану Исхакова. Гульбану Кашафуну вместе с администрацией больницы поздравила молодых родителей с рождением малышей. С этим важным и ответственным событием в их жизни. Тем временем в городском парке проходит множество развлекательных мероприятий. Здесь работает ярмарка рукоделия, на которой представлены поделки, выполненные в разных техниках. Проходит конкурс рисунков на асфальте и объявляются итоги конкурса «Энергетика глазами детей». Мы проводили такой конкурс каждый год, конкурс детского рисунка. Но в этом году мы решили рисунки победителей нанести на наши трансформаторные пункты, для того, чтобы люди видели, что рисуют нам дети. Это украшает наши города, украшает нашу жизнь, потому что ничего более искреннего, чем детский рисунок, детские слова нет на свете. Сегодня у нас действительно в России, в мире праздник, день, международный день детей. Сегодня мы чествуем вас, сегодня мы оказываем вам максимум внимания. Сегодня в городе Кумертау праздник идет для детей, для вас. Сегодня здесь много развлекательных мероприятий. Я хочу сказать вам, дорогие детишки, сегодня вы будущее нашего города, сегодня вы будущее нашей России, нашей республики. Я желаю вам здоровья, я желаю вам, чтобы у вас было много-много друзей. После награждения проходит развлекательная игровая программа и детская танцплощадка «Здравствуй, лето». Горожанам все происходящее нравится. Аттракционы в этот день пользуются особым спросом. Все посмотрели, вообще такой замечательный праздник. Народу очень много, все весело. Чтобы росли большими, здоровыми, счастливыми, учились, не болели. Хороший праздник. Все, все нравится. Самое такое, ну только детям очередь большая на все карусели. Ставим уже полчаса, не можем найти в никакую карусель. А так, хороший праздник. Спасибо городу за такой устроенный праздник. Я хочу пожелать всем здоровья, чтобы в семье все в первую очередь было. Чтобы не бросали в первую очередь своих детей, любили их. День защиты детей. День защиты детей в Кумертау проходит масштабно. Виновники торжества получили много подарков и призов. Екатерина Соломатина, Денис Тихонов. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok День защиты детей. Субтитры создавал DimaTorzok